Этому городу нужен супергерой. Мы классный текст придумали. Короче, друзья, мы сегодня будем общаться с людьми и узнаем, какие супергерои у нас могли бы появиться в нашем городе, если бы просто любому человеку предложили стать супергероем прямо здесь и прямо сейчас. Пообщаемся, узнаем и посмотрим, спасут ли они этот город. Хе-хей! Классно получилось? Да мне кажется, мэром был бы. Пошел бы в мэры. Человек-мэр? Да. А все переделал бы, в его власти было бы все. Вот если бы у нас в Ангарске придумывался бы супергерой, вот только в Ангарске, как бы он назывался? Человек-мусор. Человек-мусор? Да. Он убирает наш город. А как бы он выглядел, думаешь, ну-ка, давай. Ну, вот как бомжи ходят, такой же. Так бомжи же не убирают город. Ну, встраиваются в среду города. Такие слова знаешь. Смотри, человек-мусор получает, человек-мусор убирает наш город. Это же, получается, дворники, разве нет? Они супергерои, получается. Если бы они выполняли свою работу. Они выполняли свою работу. Ты что, не видишь? Ты просто не видишь, потому что они выполняют свою работу, когда ты в школе учишься. У школы есть окна. И мы прекрасно наблюдаем, как они сидят у деревьев. И что делают? Выпивают. Что-что-что выпивают? Я честно не знаю, что они выпивают, но им от этого хорошо. А ты бы мог быть супергероем, как думаешь? Нет. Почему? Потому что я хожу с вон тем человеком. Каким? Там нет никаких людей. Ты чего? Покажи, тут нет никого. Рома, покажи, покажи. Тут нет никого, мой друг. Тебе кажется? Вот именно, что мне кажется, это все. Галлюцинации? Нет. Ты пил с теми дворниками сегодня? Это все дворники. Что они, на тебя плохо влияют? Да. Ты вспоминаешь о них, у тебя начинаются галлюцинации, да? Конечно. Владислава Олеговна, у нас с вами серьезный рисковый предстоит. Влада, смотри, вопрос такой. Если бы у нас в нашем городе Ангарске был бы какой-то супергерой, вот только наш, и больше ничей, вот он только с Ангарска, как бы он назывался и какие у него сверхспособности бы были? Экологичный герой. Экологичный герой? Человек-эко. Он бы, как бы, если бы человек сорвал ветку с любого дерева, то бы он подошел и сразу как бы вырос. И что бы сделал? И как бы он подошел, сказал какое-нибудь заклинание и оно сразу выросло. А какое, думаешь, заклинание было бы? Ну, там, как? Какие слова говорить надо бы ему? Например, вырасти новая веточка. То есть, он, например, вот смотри, твоя подружка сорвала веточку, да? Вот она прям ходит сзади с ней. И тут неожиданно появляется человек, супергерой, который называется Эко-бой, и говорит, вырасти новая веточка. И что должно случиться? Ну, должна вырасти точно такая же новая веточка. А с человеком, который сорвал, что делать? А как бы выглядел, думаешь, этот человек? Он бы, на нем были, ну, на его одежде были цветы, деревья там, и цветы, деревья там, трава там. Слушай, ты подходишь под человека, под супергероя нашего. Ты готова им быть? Да. Да? Хотела бы? Да. Классно, да, было бы, помогала бы нашему городу. Слушай, ну ты классная, Влада, все, мы тебя отпускаем. Спасибо тебе большое. Давай, пока-пока. Артур Пирожков! Как тебе мой вокал? А, ну, хороший вроде. Классный? Да. Я тренировался сегодня. Молодцы. Каких ты знаешь супергероев? Вот, то есть, какие супергерои существуют? Пойди, никаких не существует. Ты думаешь, что это все выдумка? Да. Серьезно? Да. А я надеялся, что есть настоящие. Смотрите, если бы вот в нашем городе появился супергерой, как вы думаете, какие способности у него бы были? Ой, супергерой, если бы появился. Я даже представить себе не могу, какие способности. Думаешь? Подходи поближе. А ну-ка, Андрюша, отсюда. Супер скорость. Супер скорость что делать? Чипсы уплетать? Не, все было делать быстро. А как вы думаете, он назывался? Быстро, быстр добрый. Быстр добрый? Да. Ну, все, понятно, спасибо вам большое. Давайте, да. Похоже, их супергерои это я. У меня же фамилия Быстрых, так что я почти подхожу. Если бы вы стали человеком-супергероем, представляете, какую бы вы способность, сверхспособность, хотели бы, чтобы помогать нашему городу? Ну, как я завернул, да? Да. Ну, помогать. Ну, конечно, чтобы вообще, чтобы чистота была. Вы были бы человек-пылесос. Ну, пылесос. И если бы, представьте, этим супергероем стали бы вы, какую бы сверхспособность вы бы хотели, чтобы помогать нам, всем ангарчанам? Супер скорость, наверное, чтобы успеть ее везде, там помочь, тут помочь, маленьким детишкам успеть, что-нибудь там купить, привезти, пожар. Быстренько сбегал, за водой залил. Вот что у супергероев классное, так это то, что у них у всех костюмы какие-то особенные. Поэтому давайте... Да, вообще хотелось бы что-нибудь такое обтягивающее. Но, наверное, неудобно будет, если быстро бегать. Я не знаю, как вам в чем удобно быть. Значит, надо что-нибудь свободное. Ну, модное. Ну, например. Ну, что это, должны быть брючки какие-то, наверное, да, обтягивающие? Такие латексные, да? Да, высокий каблук обязательно. Так. Ну, вы какую-то на вечеринку уже, по-моему, собираетесь, а не из людей спасать. Ну, если в таком виде неприличном, как бы, помогать людям-то, на тебя и внимания никто не обратит. Нужно появиться. Это красиво, эффектно, чтобы запомнили, конечно. Какие сверхспособности вы бы хотели себе? Невидимость. Невидимость? И что, ты бы исчезал прямо сразу же? Это ты бы своих одноклассников тогда обходил? Типа, не хочу здороваться одноклассникам. Невидимость, да? Конечно. Так же обычно делаешь, да, одноклассников? Нет, это не проблема скрываться. Ну, а как бы это помогло жителям нашего города этого? Как, например, грабят банк, да? Хоп, и невидимый. И что? Из всех. Раскидал их. Они тебя не видят же. Раскидал в смысле как? По домам? Они ограбили банк, ты их такой на такси. Раскидал их по углам. А, типа побил? Да. Ладно, у тебя какая бы способность была? Суперскорость. Суперскорость? Что ты бы с ней делал? Масился как угорел бы повсюду. И просто бегал бы, да? Нет. Что делал бы? Сбивал бы людей. Сбивал бы людей? Нет. Вы какие-то злые ребята. По-моему, вы хотите сверхспособности использовать в свою сторону, да? Нет. Получается, вы хотите больше быть бэтбоями, да, такими? Если бы ты стала супергероем, ну, тебе вот предложили. Как тебя зовут? Настя. Тебе бы сказали, Настя, будешь супергероем? Ты бы сказала, да, но я хочу себе сверхспособность. Какую бы ты сверхспособность выбрала? Наверное, летать. Летать хотел бы? Да. А зачем? Ну, что-то переносить, что быстрее было бы. Ну, то, что ты будешь летать, это же не значит, что ты сможешь? Ну, лететь сильной, быть то, что... Суду, думал, хозяйка. Он в своих интересах, по-моему, сейчас что-то... Да. Ну, конечно, да. Да? Получается, ты бы хотела быть сильной и еще летать уметь? Да. И что бы ты... как бы ты помогала людям? Ну, я не знаю, никаких пока что, по-моему, в городе нету. Ну, ты бы просто помогала бы, да? Да. По возможности. Да. Ладно, еще вопросик. Какой у тебя был бы костюмчик? Ты же должна классная быть. Ты суперчеловек. Наверное, лосины, футбол. Я не знаю, как там у супергероев обычно плащ. Они идут в магазин, просто выбирают, что хотят. Ну, плащ. Плащ бы был, да? Да. Такой развивающийся, да? Да, красивенько. Чтобы лететь, да, красиво было? А на голове что бы было у тебя? Прическа или какой-то шлем или как? Прическа просто. Просто классная, да? Да. Ты бы каждый день ее делала? Да. Ну, это ж не очень. Пока там у кого-то какие-то проблемы, ты такая, ребята, я не могу же без прически выйти, правильно? Вот так? Ну, там просто, как бы хвостик. А, и все, да? Да. Ну, как бы не парилась бы, да? Ну, и как бы называлась, давай решим просто, чтобы все у всех понимание было, кого ждать. Летчица-налетчица. Летчица-налетчица, думаешь, ей бы название пояснило? То есть она бы летала и налетала, да? Слушай, ну все, ты почти супергероя, осталось только сверхспособности обидать. Летчица-налетчица, у которой способность летать и поднимать, ну, быть сильной просто, да? Да. Все, подумай об этом. Хорошо. Подумай, все, давайте, ребята. Друзья мои, ну, суперскорость. Большинство людей хотят себе суперскорость. Такой итог нашего быстрого опроса. Меня зовут Быстрых Владимир. Все, до новых встреч, пока-пока. А я пока быстро побежал в следующее место. Все.